Всем привет и добро пожаловать на канал о вышивке Лаус Тичин. И в этом видео я покажу вам две новых работы. Эти вышивки я буду вышивать последовательно, одну за другой. И поскольку это достаточно небольшие и простые работы, они выполняются на конве 10 каунта. И я планирую справиться с каждой из них достаточно быстро. Я решила их объединить в одно видео. Итак, это две работы от фирмы Риолис. Артикул 1116, набор называется Настурции и ноготки. И набор 1117, гиацинты. Также в этой серии работ есть третья вышивка с артикулом 1115. Называется она Питуни и примулы. Сейчас я вам покажу картинку на обратной стороне одного из наборов. Вот так здесь изображены все три работы вместе. Итак, работа 1115 мной уже вышита в 2015 году. И тогда я справилась с ней за три дня. Пятое, шестое и седьмое августа. И эта работа в моей вышивальной деятельности была под номером 142. А эти две работы станут под номером 341 и 342. И мне показалось, что это очень символично, что одну из работ из этого триптиха я вышью через ровно 200 работ от первой. Изначально мне нравились все три вышивки, когда я их увидела первый раз. Это было давно, в 2012 году. И еще тогда мне захотелось их приобрести. Но на момент покупки была возможность купить только одну работу. 1115 только она на тот момент была в наличии в магазине, где я ее заказывала. Но я решила, что когда-нибудь в будущем я куплю все три работы, чтобы это была завершенная серия. А я очень часто люблю вышивать все работы из определенной серии. И вот спустя время, уже в 2018 году, у меня есть эти работы. И настало время приступить к их вышивке. Хотя сами сюжеты еще более давние. Они были разработаны в 2010 году. А как раз в 2010 году я еще не знала о существовании этих сюжетов. Но это был год моего начала вышивки. Итак, давайте посмотрим на составляющие этих наборов поближе. Размер каждой из работ будет 20 на 26 сантиметров. Схема здесь цветосимвольная, глянцевая. В первой вышивке 12 цветов. И присутствует крест в трините. И габелиновый стежок в одну нить. И несмотря на то, что это сюжет старый, у меня он уже в новой комплектации. На вот таких картонных органайзерах. И давайте посмотрим на комплектацию следующего набора. Здесь цветов побольше. Здесь цветов 14. И также присутствует вышивка крестом в трините. И габелиновым стежком в одну нить. А также еще бэкстич в одну нить 12 цветом по ключу. И здесь вот такие замечательные оттенки. Начну вышивать я с набора настурции и ноготки. Давайте еще раз посмотрим на обложку этого набора. И буду показывать, может быть, немного промежуточных итогов. И обязательно готовый результат. Но обе работы будут в одном видео. Поэтому к завершению сегодняшнего видео вы будете наблюдать за двумя вышивками. И мне пора приступать к работе. Итак, я повышевала свою работу всего один день. В течение 4 часов. И вот такой результат получился. Это полностью выполнено вышивкой 6 цветами из 12. Если рассуждать по количеству вышитых цветов схемы, то можно сказать, что это половина работы. Но все-таки я считаю, что здесь половины пока нет. Но как минимум есть треть. И как видите, на 10 конве вышивка прибывает очень быстро. И это один из основных плюсов вышивки на таком крупном каунте. Ну, кроме того, что иногда очень приятно отдохнуть, повышевав простые работы. А также вышивка на 10 конве шерстяными нитями в 3 нити очень напоминает, на мой взгляд, вязанный свитер, вязаное полотно. В следующий раз покажу вам уже полностью вышитую работу. Итак, моя вышивка на стурции и ноготки уже полностью готова. Всего на работу мне потребовалось 14 часов. И вышивала эту работу я в течение 3 дней. И я посмотрела свои старые рукодельные записи о вышивке. Первой из этой серии работы Питуни и Примулы. Там на всю работу мне потребовалось 14,5 часов. И можно сказать, что достигнут и прогресс по скорости в выполнении подобных работ. Вышивать эту работу мне очень понравилось, потому что цвета очень замечательные, яркие и красивые. А на крупном каунте конвы результат получается очень быстро. Есть в этой работе, напомню, бэкстич. Вот, покажу его сейчас покрупнее. Это бэкстич на листиках, здесь и здесь. И также на цветочках. Вот, оранжевый бэкстич на 4 цветках. Закончила вышивать эту работу я вчера, но снимаю сейчас, чтобы показать ее при естественном освещении. И также вчера вечером я уже приступила к следующей работе, которую я также покажу в этом видео. Это гиацинты. И сейчас покажу вам небольшое продвижение за один вечер. Вот такое продвижение у меня получилось за вчерашний вечер. Я работала над этой вышивкой 2,5 часа, что совсем немного. И вышила полностью. Это 3 цвета из 14. И это сине-фиолетовые оттенки. И также хочу показать все цвета ниток, которые будут использованы в этой вышивке поближе. Цвета мне тоже очень нравятся. Особенно вот эти оттенки, которыми я уже закончила вышивать. Это 3, 4 и 5. Также очень красивый оттенок 2. Это все синяя-сиреневая палитра. Вот, собственно, сиренево-фиолетовый 6 и 7 цвет, которых здесь достаточно много. Чуть-чуть желтого на серединках цветов. И из зеленой палитры мне больше всего нравится вот этот светлый оттенок, который в ключе обозначен как номер 9. В целом эта работа по сложности сопоставима с другими двумя работами из этой серии. Поэтому тоже я рассчитываю с ней справиться достаточно быстро. И в следующем кадре показать уже готовую работу. Поэтому пока не прощаюсь. Моя вторая вышивка гиацинты тоже готова. Но прежде чем вам я ее покажу, хочу остановиться на количестве материалов, которые были положены в этот набор. Всех цветов хватило в наборе гиацинты. Но хочу обратить внимание на яркий желто-оранжевый оттенок цвет номер 8. Его остается совсем немного, поэтому это единственный цвет, который следует использовать чуть более экономно, чем все остальные. А также обратить внимание, что те цвета, которые были намотаны дважды, как например 6 и 7, используются более чем наполовину. То есть полностью используется первая линия намотки и также некоторое количество ниточек со второй линии. И также покажу органайзеры от набора настурции и ноготки. Здесь также хватило абсолютно всех цветов. И здесь запас остался несколько больший. И здесь беспокоиться по поводу нехватки какого-либо цвета совершенно не нужно. А теперь давайте посмотрим на готовую вышивку. Вот такой результат у меня получился. Меня он очень радует. Вышила я эту работу также за 3 дня, как и все вышивки в этой серии, но чуть-чуть быстрее в часах за 13,5 часов. Мне очень понравилось вышивать синими и сиреневыми оттенками ниток. Также здесь присутствует немного бэкстича. 12 цветом по ключу, светло-бежевым на некоторых цветочках. Вообще мне понравилось вышивать эту работу всеми цветами. И я получила очень большое удовольствие от вышивки как гиацинтов, так и настурции ноготков, которые давайте я вам покажу еще раз. И следующим кадром я покажу вам все 3 работы вместе. Не могу показать прямо сейчас, потому что первая давно выполненная работа петунии примулы сейчас находится не со мной. Но как только я к ней приеду, я сниму для вас, как все 3 работы выглядят вместе. И вот так выглядят все 3 работы вместе. Слева направо это артикулы 1115 петунии примулы, 1116 настурции и ноготки, и 1117 гиацинты. Первую работу, напомню, я закончила в августе 2015 года, вторую в январе 2018 и третью в феврале 2018 года. Мне очень нравится результат, как все 3 работы смотрятся вместе, и возможно, что и оформлять я буду эти работы вместе в одну раму, но поскольку оформление будет еще не скоро, на этом я буду заканчивать свое видео и прощаться с вами. Спасибо всем большое за внимание, спасибо за ваши просмотры, и до скорых новых встреч. Всем пока!